И теперь мы уже перейдем непосредственно к теме нашей встречи. И говорить мы сегодня с вами будем о референсис. Очень трудоемкий, очень энергоемкий, времяемкий процесс, с которым нам приходится сталкиваться часто, так как статьи пишем практически все. А, кстати, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кому приходится писать статьи и оформлять референсис. Альбина Александровна, аж даже два плюса. И писать, и оформлять, наверное, да? Или очень часто? Да, кому-то реже, кому-то чаще, но так или иначе мы с этим сталкиваемся. И изменение требований к преподавателям в части увеличения количества публикаций, наращивания публикационной активности, да, такой тяжкий вздох, увы и ах, но это ведет к тому, что нам все чаще и чаще приходится с этой темой сталкиваться. И на самом деле это не такая уж и простая задача, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что требования сейчас ужесточаются, с каждым разом все больше и больше. Насколько важны вот эти ссылки, оформление их правильности, ссылок при статейной библиографии, ли список источников в разных изданиях, их называют по-разному, но суть всегда остается одна и та же. Так вот, при публикации, сейчас все больше журналов, кстати, стараются войти, получить индексацию в международных базах, Scopus, Web of Science, другие баз у нас много, не только эти две. И естественно, что для вступления журнала, а это их престиж, это, ну и финансы, конечно же, это их значимость, требования к журналам тоже предъявляются очень строгие, особенно в части оформления, в том числе и оформления списков источников. И, соответственно, эти же ужесточенные требования издания начинают предъявлять и к нам. Вот это вот первый пункт, да, это одно из требований к русскоязычным изданиям, которые желают и стараются попасть в международные базы. Второй момент, выходим мы на эту международную арену со своими публикациями, и там внимание обращается не только на содержание, на качественное содержание нашей статьи, но и, как ни странно, смотрят на список источников, в котором мы, кстати, не всегда, вот этой пристательной библиографии, то, что мы пишем в конце статьи, да. Может быть, мы не всегда уделяем этому должное внимание, но, как правило, научное сообщество, мировое научное сообщество, оно обращает на это очень пристальное внимание, так как и тоже оценивают знакомить с автором и с его работой, так как это некий показатель глубины, уровня исследования, уровня самого, наверное, автора или автора в публикации, ну, такой профессиональный кругозор и показатель его научной грамотности, что ли. И ошибки в описаниях, третий пункт, нивелирует значимые статьи, да, это создает некое неприятное ощущение о самом авторе, да, может вносить такой имиджевый риск, можно это так назвать, или репутационный риск. Почему? Ну, это все равно, что писать с грамматическими ошибками. Ну, насколько вы будете доверять и серьезно относиться к автору, который через каждые два слова делает грамматические ошибки, ну, уже какой-то, знаете, человек, он, конечно, хороший, но он садочек остался. Вот примерно это может выражаться вот таким репутационным риском. Поэтому, внимание, ну, и еще один момент, неправильно оформленный референсис, может поставить вашу статью либо под угрозу вообще ее публикации, либо затянуть процесс редакторской, вот этого редакторской обработки, редакторского цикла процесса издания. Что происходит, если мы оформляем референсис с ошибками? Два события за этим последуют. Либо нам ее будут возвращать до бесконечности, пока мы ее не оформим правильно. Чаще всего это делают те издания, у которых нет штатных библиографов, которые за нами бы это все ручками переправляли. И второе, то, что от авторов, кстати, иногда можно услышать, а мы написали кое-как, кое-что, особо не утруждаясь, а у нас все вышло, и все было правильно, и статья наша вышла. Да, потому что библиограф сел и ручками пересмотрел и переправил весь ваш список. А это не просто расставить знаки нужные при пинании и где-то выделить курсивом, где-то оставить нужным шрифтом. Это поиск самого источника. То есть он по вашему списку проходится, находит в интернете эти источники, так, чтобы там был титульный лист, оборот титульного листа, содержание. Если это статья, то открывает и ищет эту статью. И уже по этим данным, вот как раз то, чем мы занимались, недавно у нас прошел курс библиографии длины библиографов, мы вот разбирали очень подробно всю вот эту цепочку и смотрели, как правильно составлять описание. Фактически он за вас этот список переделывает. Ну, а теперь подумайте. С одной стороны, хорошо, специалист нам сделал, все прекрасно, мы времени тратили. Но сроки публикации в определенных выпусках журналов, они ограничены. Статей идет много. И если все авторы будут поступать вот таким вот способом, а в источниках иногда бывает и 35, и 25, а это, кстати, тоже требования издания, которые предъявляются авторам, там не менее, если откроется сайт издания, посмотрите требования к статьям, вы увидите, там часто пишут, в списке источников должно быть не менее 15, не менее 25, не менее 35. И вот теперь представьте, если в каждый номер идет по 20, 30, 50, а если это ежеквартальный выпуск, то и больше может быть статей. В каждом по 25, условно говоря, источников, и все они оформлены неправильно, умножаем, 25 на 20, это сколько источников надо библиографу, а как правило, он один работает в издании, пересмотреть и переписать фактически заняло, ну, вот и считайте, это время, и есть риск не попасть в ближайший номер. А раз вы не попадаете в ближайший номер, то последствия понятны. Поэтому очень важно, естественно, что мы полностью все, прям без ошибок, можем и не оформить, но хотя бы, допуская ошибки по минимуму, по максимуму постараться делать это правильно. И для этого нужно несколько вещей знать. Это структура библиографического описания, которая присутствует практически в каждом описании из этого списка источников, что для русскоязычной части, что для референсис, и понимать требования, предъявляемые к оформлению референсис. Особенно это важно, потому что мы в этом случае пишем не на своем родном языке. Поэтому, что у нас происходит. Вот поэтому три вопроса вебинара мы сегодня с вами и пройдем. Посмотрим основные ошибки в оформлении референсис, к чему чаще всего предъявляют предъявляют претензии со стороны изданий, что такое требования к публикациям, что они обозначают, как это может выглядеть в разных вариантах, они могут быть различны. И краткий обзор, третий вопрос, что нам может в этом помочь, какие есть ресурсы нам в помощь. Ну и первый вопрос. Основные ошибки в оформлении референсис. Здесь мы коснемся не только англоязычной части, но и русскоязычной. Вот примерно вот так выглядит недавно буквально полученное замечание от издательства. Обратились за помощью коллеги, вот они получили вот такое послание от издания, куда они пытаются уже второй, или если не третий раз, дать свою статью. Ссылка, это ссылка на страницу, где изложены требования издательства к самой статье. И вот сами замечания могут выглядеть вот так. Они говорят, мы не понимаем, а чего от нас хотят. Мы вроде все сделали. Ссылки мы поставили, список литературы мы оформили. Что не так? Не так две, здесь было несколько вещей. Вы посмотрите, как были оформлены ссылки, в этой работе. Вот как раз об ошибках. Да, вот идет у нас ссылка. Вот пошла ссылка, и вот она у нас заканчивается. Вот другой кусочек текста. Вот вроде бы ссылка указана. Да, вот она вроде бы ссылки указана. Все вроде бы нормально, все выполнено. Коллеги, что здесь не так? Вот почему издательство вернуло на доработку, указывая на ошибки не только в списке источников, но и в оформлении ссылок. Что здесь не так? Ссылки-то есть? Вот напишите в чат. У кого какие сомнения возникли? Только номер источника и списка, каша, отсутствуют номера страниц, оформлены не так. Елена Валерьевна, прям вот коротко и ясно, да, все не так. Все не так. Непонятно, на что ссылаются. Да, да, и вот смотрите, смешение страницы только С. Здесь не СТ, это статьи. Это, я так понимаю, они сократили статьи вообще. Вот. Ага. Номер источника и страница. Вот, Ирина Анатольевна, по поводу квадратных скобков, номер источника и страница, здесь разные, опять же, нужно очень, когда мы занимаемся, особенно референсис, очень внимательно читайте требования и смотрите образцы, которые расположены на сайте самого издания. Здесь было требование, без указания страниц просто указывается номер источника. Так, где-то в примерах, в образцах надо смотреть. Может указываться требование с указанием страницы. И только в квадратных скобках. А здесь происходит действительно смешение. Здесь идет и вот это вот внутренняя, внутритекстовая ссылка, да, в круглых скобочках, и затекстовая ссылка. То есть непонятно, по какому принципу вообще осуществлялось оформление цитирования в тексте. Здесь вот тоже у нас идет внутритекстовая ссылка, вместо того, чтобы быть затекстовая. Это напрямую связано с тем, как мы эти источники будем отражать в списке наших источников. То есть уже в тексте есть ошибки. Раз, по этой причине завернули. И второе. Вот оно требование. Вот наш кусочек из текста, который они пытались оформить. И требование самого издания. Для указания источников литературы используются затекстовые библиографические ссылки. Источники указываются в списке литературы. И у нас, помним, затекстовые ссылки, вот с этим мы тоже на курсе очень долго и упорно разбирались, у нас есть две части. Это вот эта часть, которую мы ставим в тексте в квадратных скобках, либо указываем еще страницы. И вторая часть, которая идет у нас в конце статьи, наш список, который мы оформляем. Вот это вот все вместе, это и есть затекстовая библиографическая ссылка. Она просто состоит из двух частей. Вот это отсылка и сам список. А в принципе, вот это вот все и считается затекстовой библиографической ссылкой. Поэтому здесь вот это важно помнить, что это две составные, но одной части. Вот с этими нюансами мы более подробно разбираемся на нашем курсе. Первый запуск у нас недавно прошел, так что если у кого-то есть проблемы с описанием, с описаниями, с ссылками, с оформлением списков, источников, мы сейчас на этом подробно останавливаться не будем, уже немножко кусочек рассмотрели. Пожалуйста, вот ссылка здесь есть, можно записываться на второй поток, на второй запуск. Это не рекламная пауза, это объяснение, почему мы сейчас на этом останавливаться подробно не будем. Номер страницы, Ольга Викторовна, иногда нужно и можно ставить, особенно если мы ссылаемся на конкретный фрагмент из текста, если мы ссылаемся на работу в целом, и это идет косвенное заимствование, а не прямое цитирование, и в некоторых требованиях в изданиях они прямо это прописывают. Почему я говорю, смотрите, сам сайт издания. Не всегда. Иногда стоит, вот как там написано, вот ровно так и делаем. Как самоиздательство требует, вот так и делаем. И список источников. Но мы же, говорит, сделали две части, вот русскоязычная часть, мы ее оформили, кусочек из нее, да, вот референсис, мы даже референсис сделали. Но опять же, обе эти части не соответствуют правилам описания, не соответствуют структуре. По каким ГОСТам делаются, кстати, вот эти списки источников. Коллеги, у нас много так называемых, как слышал, такое определенное, библиографические ГОСТы, да, их много на самом деле, но вот здесь, старайтесь с них не путать, когда вы готовите публикацию, особенно в иностранные журналы, да, то русскоязычная часть пишется и оформляется по ГОСТу 2008. Правила и ГОСТ по оформлению ссылок. Только 2008, не 2018, только 2008. Они будут отличаться. 2018 это для описания в список источников, там, для ВКР, в книге, для библиотечных каталогов, и так далее. Там внесены изменения. Вот этих изменений в ГОСТе 2008 нет, поэтому, когда вы оформляете, вот новшество из 2018 года, ради бога, сюда не притягивайте. Только по 2008. Вот когда его изменят, тогда будем, будем его менять. И референсис. Вот это более сложная часть, потому что она составляется по тем требованиям, которые предложены на сайте и в требованиях к публикациям самого издания, в которое вы свою статью публикуете. Но сразу уже могу сказать, какая здесь ошибка сразу бросается в глаза. Не знаю, вы видели ли вы ее или нет, но проверьте себя. Вот эта вот часть, вот этот вот знак, double slash, он здесь не применяется в референсис, он точно не применяется. И часть тех знаков, которые мы привыкли использовать в соответствии с русским ГОСТом, в референсис, они отсутствуют. И мы это сейчас чуть подальше с вами посмотрим. Ну вот какие ошибки допустили коллеги. Помимо того, что мы с вами сейчас общими усилиями попытались сформулировать в чате, в референсис, особенно в референсис, да и в русскоязычной части, у них были допущены примерно то, что на первый взгляд. Нет определенного стиля, они придерживаются определенного стиля, то есть все описания идут в разброд, особенно в референсис. А у нас есть несколько стилей международных библиографического описания, которым наши списки должны соответствовать. Не соответствия порядку расположения в тексте и в списке. Что это значит? Может быть у нас несколько группировок в списке, и чаще всего встречаются два. Либо в алфавите авторов, как было в данном случае, либо по мере первого появления в тексте. То есть первым номером в списке у нас пойдет та ссылка, которая первой появилась в самом тексте. Даже если автор будет там на букву «Ф», а потом пятым номером пойдет автор на букву «А», он все равно у нас будет стоять в списке источников пятым номером. Вот это вот способ группировки. И это будет и в референсис, и в русскоязычной части списка. Вот это тот способ группировки, который называется «по мере появления в тексте» или «по первому упоминанию в тексте», по разному формулируется. Как получилось, так и оставляем. А алфавитный способ группировки, он будет другой. То есть в алфавите авторов, и может получиться так, что в тексте первое упоминание, первая ссылка будет у нас там под номером 8. То есть мы ставим не один в квадратных скобочках в тексте, а ставим номер 8, потому что он стоит... Его надо процитировать, а у него фамилия по алфавиту на восьмом месте. Марина Васильевна, оформляем список по ГОС-2008 и для русских журналов. Значит, смотрите. У нас в любой публикации... Вот вы пишете в русскоязычный журнал, отправляете свою статью, в котором есть требования оформления англоязычной части. И англоязычной. То есть два списка мы делаем на русском языке источников и на английском, например. Вот эту часть, которая на русском языке, мы оформляем по ГОС-2008, а вот эту англоязычную часть мы оформляем по тому стилю международному библиографических описаний, который указан в самом издании. Вот про нее мы сейчас как раз и поговорим. То есть мы пользуемся двумя документами фактически. ГОС-2008 для русскоязычной части, а для англоязычной другими документами, другими правилами. Значит, еще одна ошибка, которую допустили наши коллеги, вместо транслитерации, ее, как ни странно, очень часто допускают очень многие наши авторы. И просто берется, как делается референсис. Составили список на русском языке, потом его взяли в Google переводчик. Жух всем списком. И опа, все, у нас список на английском готов. Все, мы молодцы. Мы за три минуты сделали весь референсис. А в требованиях написано транслитерация. То есть никакой транслитерации мы, естественно, не делали. Соответственно, список не принимают и нам заворачивают на доработку. Ну и структуру библиографического описания, хотя бы азы, нужно знать для того, чтобы уметь работать и с референсис. Структуры могут отличаться. Элементы могут совпадать, что для ГОС-2008, что для гарвардского стиля, что для МЛА. Элементы практически те же самые. Но вот их группировка, она может отличаться. По-разному они группируются. Но если знать, разбираться в этих элементах, с этим будет достаточно проще справиться. А вот какие стандарты оформления библиографических ссылок для референсис. Это самые популярные. Существуют. Здесь 8 самых известных стандартов международных, которые от нас могут потребовать. Ну и если последние. Из этих Ванкувер, может, мелькает, Чикаго мелькает. Вот эти используются реже. Три. Они в основном узкоспециализированы для химических журналов, для физики, электроники и так далее. А вот эти три, выделенные жирным шрифтом, это те три стиля, которые у нас очень часто попадаются в требованиях изданий, в которые мы пытаемся публиковаться, для оформления референсис. Вот в основном по этим трем стилям к нам и предъявляют требования. Что это за требования и что они могут означать. Ну вот основные особенности требований к оформлению ссылок для публикации, ну общие такие положения, вот они здесь есть. Вносятся, во-первых, вносятся все авторы, не ограничиваясь одним, двумя, тремя. Но сокращение тоже вот это. И другие пишутся, не как у нас в библиографических описаниях за косой чертой, она записывается тут же в заголовке. Заглавие статьи должно быть понятно зарубежным коллегам. Над этим пунктом лучше думать, когда вы формулируете само заглавие статьи, как оно будет переведено на иностранный язык, как оно будет звучать и будет ли оно понятно. Мы же заинтересованы в том, что вы нашу статью читали и цитировали. В списке ссылок обычно один источник имеет один номер, повторяется один раз. Поэтому в самом тексте, там где мы ставим отсылку, вот эта вот отсылка с номером 1 у вас может по всему тексту появляться несколько раз, но в списке источников это будет только один источник, описанный под номером 1. Больше мы его не повторяем нигде. Так легче считать количество необходимых источников для публикации. В референсис ГОС-2008 не используется и в референсис не используются некоторые из знаков предписанной функтуации. Вот несколько примеров из требований разных журналов, входящих, часть из них входит в список ВАРК, и несколько журналов входят в базу Скопус. Очень внимательно читайте, прям вычитывайте, как вечернее чтение с чашечкой чая, не спеша прочитывайте требования к публикациям. В них нужно разбираться. Вот этот журнал, журнал по управлению менеджментом и администрированием, у него в тексте прямо написано, что требования к оформлению ссылок и статей в формате приближенном к стандартам Скопус по стандарту Гарвард. То есть, вот этот международный стиль для составления ссылок, гарвардский стиль, вот он, по популярности он, наверное, точно стоит на первом месте. Вот этот стиль взят этим журналом, но не в классической форме, при описании некоторых источников могут быть различные нюансы. Вот эти нюансы нужно смотреть по тем образцам, которые журнал предъявляет на своей странице сайта. Они могут отличаться. Что значит гарвардский стиль? Вот с этим мы тоже достаточно плотно в курсе разбирались, но если сказать упрощенно, то это стиль формата записи автор дата. Вот видите, он отличается от нашего ГОСТа 2008 тем, что здесь сначала записываются авторы, сколько бы их ни было, да, но все равно там есть ограничения, ставятся и другие. И записывается в круглых скобках год публикации, год издания этой статьи или этой книги. Вот это называется формат записи автор дата. Дальше курсивом идет у нас что? Записывается название статьи в транслитерации. Вот это вот так, как требует оформлять этот журнал. И на это очень нужно обращать серьезное внимание. А затем в квадратных скобках записывается перевод этой статьи на иностранный язык. Почему просто взять список и в гугл-переводчик его перевести не сработает и не поможет. Вот эту часть курсивом транслитерацию гугл-переводчик вам не сделает. И соответственно у вас уже будет неправильное оформление вашего референсиса и значит вам статью могут завернуть. Коллеги, у всех пропадает звук или у нас здесь все-таки все в порядке, все нормально? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если у нас все хорошо. Ага, все нормально, отлично. Ну а дальше идет опять вот отличие от нашего ГОС-2008. Сначала идет издательство, потом город, потом страна. Это вот совпадает с гарвардским стилем. Вот это то, как требует конкретное издательство оформлять референсис на основании гарвардского стиля. Но в некоторых моментах там могут быть исключения к некоторым видам источников. Например, к электронным источникам и так далее. А, подрагивает, да? Из-за высокой, наверное, нагрузки на интернет. Вот еще пример требований уже другого журнала. Образование наука. Это уральское отделение РАО. А вот здесь обратите внимание, здесь уже не Гарвард. Здесь уже требования. Ванкувер. Вот в требованиях обычно издания указывают, да, по какому они работают формату, по какому стилю они прелымают вот это оформленное референсис. И здесь уже совсем другое, видите, другая структура записи. А элементы остались те же самые, что было и вот здесь. Автор есть? Есть. И даже не один. Название статьи есть? Есть. Но только здесь, видите, требования без транслитерации просто переводом на иностранный язык. Но здесь уже ничего курсивом пока не выделяется. А вот курсивом пошло выделяться издание, название журнала, где опубликована эта статья. Есть? Есть. Похоже на русское описание? Похоже. Год. Да. Номер. Да. И указание страниц. Да. Но посмотрите, здесь совсем другие знаки. Год. У нас точкой мы отделяем, а здесь точка запятой. У нас точка, здесь двоеточие. Страницы. Здесь просто указывается количество страниц, а мы еще дописываем буковку S. В гарвардском стиле иногда требует дописывать буковку P, page, страницы в переводе. Вот смотрите, элементы те же самые, но они по-другому перегруппированы и используются совсем другие знаки припинания, знаки предписанной продуктуации. Вроде бы их немного. Да, знака номера нет. Совершенно верно. Вот, просто пишем номер, но описание мы прочитать с вами смогли. Да, почему? Даже не зная языка, мы поняли, какой журнал нам надо искать, если мы захотим найти эту статью. Почему? Если мы знаем структуру библиографического описания, пускай даже родного нашего знакомого на русском языке, нам легче работать даже с зарубежными источниками, зарубежными списками, потому что мы быстро найдем и мы поймем, что это за элемент. И просто будем обращать внимание на те знаки, которые должны стоять именно в этом образце, в этом формате. Уже легче, уже проще, если знать какие-то основы. Если их не знать, это каждый новый международный стиль, как новая китайская грамота, которую нужно учить. А в принципе все библиографические описания, описания ссылок наших, они что у нас что за рубежом, элементы практически одни и те же используются. А вот вам еще пример оформления ссылки по уже третьему стилю. Здесь уже не Гарвард, не Ванкувер, а APA. Очень похож на Гарвард, такие братья-близнецы, у него тот же самый, вот видите, уже знакомая нам вещь пошла, да, уже что-то знакомое появилось, да. Тот же самый формат записи, автор, дата. Только здесь используется значок AND, вот он появился, да. В Гарварде этого нет. То есть вот смотрите, элементы те же самые, вот автор, вот дата, вот это у нас что пошло? Название статьи, издательство, город, страна, издательство. Ну дальше, дальше, а дальше вот в требованиях не было, да, дальше мы не пишем уже ни количество страниц, ни страницы. Вот нет, все, на этом мы заканчиваем. Вот это вот стиль APA. Да, совершенно верно, Ирина Евгеньевна. Понять логику, понять логику структуры самих описаний, а дальше мы начинаем, это как вот коробочка с пазлами, мы их начинаем располагать правильно, ориентируясь на те образцы, которые приводятся в данном конкретном издании. Но если вдруг какого-то образца нам не хватает, у нас начинается паника, а как же это написать, а вот на странице сайта не было, по каждому международному стилю есть свои генераторы, есть ресурсы и есть свои пособия и руководство. Можно подсмотреть там и взять оттуда, естественно, поставить в наш список. Что не используется в референсис? В референсис не используются следующие знаки и предписанные пунктуации. Наш любимый дабл-слэш, который мы ставим в аналитических описаниях. Статьи, главы из книги, параграфы, да, то есть кусочек от целого. Сейчас они называются по-другому, составная часть ресурса, да, раньше назывались аналитические описания, было как-то роднее и ближе. Не используется знак тире, точка тире не ставится, везде ставится только точка. Вот в чем наши коллеги еще ошиблись, они там везде наставили и дабл-слэши, и точек тире, и вообще часто ориентировались еще и на ГОСТ-2003, даже не 18-й, вместо 2008-го, а потому что должны знать, что такой ГОСТ есть по оформлению ссылок, хотя в требованиях было написано. Они используются в референсис, которые ориентированы на международные стили электронный ресурс, вот это обозначение, и между фамилией и инициалами авторов очень часто следует требование не ставить запятую. Где-то это есть, где-то этого нет, поэтому нужно на это тоже обращать внимание. Но вот эти вот три вещи, они, да, они присутствуют практически во всех. Вопрос про перевод и транслитерацию. Пожалуйста, не забывайте смотреть очень четко по образцам на сайтах самих изданий. Они приводят, во-первых, не просто образцы, как должно выглядеть транслитерированное описание. Ольга Викторовна, сейчас я отвлекусь, сам электронный ресурс указать возможно. Вы имеете в виду ссылку обязательно. Если адрес URL, то указывать обязательно нужно. Не указывается просто, да, 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 обязательно. Ольга Викторовна, это элемент обязательных описаний, что у нас, что у них. Ссылку обязательно указываем. И если есть дои, то дои в конце обязательно тоже указывается. И вот смотрите, когда применяется транслитерация для русскоязычных источников, которые мы приводим в референсис, обязательно должна присутствовать транслитерация. Что это значит? Вот статья, которая переведена на английский, которая переведена в нашем списке источников. Прошу прощения. Она русскоязычная, но мы ее приводим в референсис, в англоязычной части, должны указать. И вот тогда либо мы пишем, либо в квадратных скобках приводится транслитерация и вот этот зелененький перевод статьи на английский язык, либо иногда они меняются местами. Вот это в разных изданиях, опять же, в зависимости от того, каким международным стилем они пользуются, разные могут быть требования к размещению этих элементов. Но чаще всего от нас требуется и то, и другое. Вот так вот просто транслитерация может встретиться и такой вариант, но чаще всего требуется еще перевод на английский язык. Для чего это делается? Потому что по транслитерации зарубежные авторы могут не понять вообще суть нашей статьи, о чем это. Перевод на английский язык повышает возможность быть процитированы в зарубежных источниках, зарубежными коллегами нашей статьи. Поэтому многие журналы, русскоязычные журналы, они вот это требование сейчас включают, перевод на английский язык. Но опять же, почему мы не можем сразу взять вот это описание и в Google переводчик загнать? Понятно, что транслитерацию он нам не переведет, он сделает перевод. Транслитерация. Разные есть системы. Вот на это тоже нужно обращать внимание, когда вы работаете с references. Обычно пишется русскоязычные источники, приводится, название статьи приводится в транслитерации. И либо указывается в какой системе, а их много систем, есть в библиотеке Конгресса, очень часто встречается. Есть система Госдепа, тоже очень часто встречается. Название пугаться не надо, это просто способ транслитерации. А также как матрица Эйзенхауэра, не значит, что ее придумал Эйзенхауэр для расстановки приоритетов. Просто так назвали. И разные буквы переводятся, естественно, в разных сочетаниях. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Очень внимательно читайте, по какой системе требуется проводить транслитерацию. Некоторые очень ответственные издания, они при этом еще публикуют ссылку на тот ресурс, такой генератор-транслитер, по которому можно проводить, нужно даже для этого издания проводить вот эту транслитерацию. Это проще. Но там тоже, когда не просто зашли и начали пользоваться ресурсом, там очень часто нужно выбрать нужную систему. Поэтому вот это внимательно вычитываем, по какой системе. Вот основные системы, такую табличку на два слайда, я вам здесь как подсказку даю. Можно и ручками писать транслитерацию, не вопрос, но просто ориентируйтесь, даже когда потом перетранслитируете, проверьте, что у вас все правильно. Такую табличку, подсказку я вам сюда даю, пригодится. Вот еще примеры оформления, например, материалов конференции. Вот видите, здесь у нас уже появилось. Это тоже стиль приближенный. Ванкуринерский не Гарвард, потому что у нас здесь вот-вот-вот год у нас ушел. И требование, указание страниц, вот появилась буковка ПИ. Исчезнувшие вдруг знаки предписанной пунктуации, очень часто, чтобы отделить один элемент от другого, они еще используют курсивы. Но курсивами тоже пишутся разные вещи. Где-то пишется название статьи, заглавие, либо транслитерированное, если с русского языка переводим, либо переведенное на иностранный язык, либо, если это западная статья, то там, конечно, ничего транслитерировать не надо, то приводится название статьи. Иногда просят писать курсивом. Иногда в требованиях написано, что это должно быть название журнала, где опубликована эта статья, а здесь мы все пишем обычным шрифтом. То есть вот этот нюанс тоже обращайте внимание. Курсивом иногда требует писать разные элементы. И в разных изданиях, которые работают по разным стилям, это могут быть совершенно разные элементы. Вот как раз вопрос про... Кто нас спрашивал? Ольга Викторовна, да, нужно ли писать адрес? Да, вот, вместо режима доступа, как мы писали раньше, или URL, очень часто идет вот такая вот фраза. Available at. Доступно по. И дальше вот смотрите, да, обязательно мы указываем адрес, по которому доступна вот эта статья из этого журнала, из этого номера. И вот смотрите, здесь у нас уже появился знак номера. Да, пишется вот так. Обозначение тома. И вот здесь еще есть требование указывать, когда был доступ, какого числа. Вот уже один из вариантов примера оформления статьи из электронного журнала. Или из электронной версии журнала. Из нашего примера, вот да, и здесь курсивом, вот смотрите, тоже у нас выделяется наш название самого журнала. Все это берется из требований самого издания на сайте, в зависимости от того, по какому стилю они работают. А вот теперь наш пример, который у нас был вначале, с нашими коллегами. Вот они и взяли русскоязычный кусочек и просто перевели на английский язык. Ну, посмотрите, да, получилось очень так забавно. Издание Питер у нас превратилось в Петр. Опять же, здесь не хватает количества страниц в русскоязычной части, в англоязычной. Вот в данном случае страниц тоже нужно было бы указывать. Седьмое издание тоже у нас тут некорректно указано. Ну и много-много разных моментов. В Google Переводчике есть транслитерация. Отличие. Да, да, Надежда Николаевна, только смотрите, чего нужно транслитерировать, а чего нужно переводить. Да, поэтому если пользуетесь Google Переводчиком, здесь вопрос о том, чтобы перевести то, что должно быть переведено, и транслитерировать то, что должно быть транслитерировано. Да, они идут в перемешку. А не так, что вот просто все описание взяли и перевели, или транслитерировали. Доступ указывается... Последний... Смотрите, тут, когда вы реально заходили, Ирина Анатольевна, доступ тут, когда вы реально смотрели эту статью. Точка после цифры издания. Да, да. Отлично. Отлично. Явление. Отлично. 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 Отwohlить за его двировые. Продолжение следует... 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 Да, ура, ура, я никогда не денусь, я вернусь. Видимо, нагрузка с переводом на онлайн в учебных заведениях возросла, система уже не выдерживает. Рядом две школы, видимо, в их... Итак, продолжаем, но я все равно вернусь, и мы дойдем до конца. Тем более, что осталось не очень у нас с вами много. И вот смотрите, требования, изложенные на сайте самого издания. Вот кусочек из требований. Информация об источниках за текстовая библиографическая ссылка. То есть она у нас должна состоять из двух частей. Это отсылка и список в конце. И плюс еще третья часть у нас добавляется референсис. В соответствии с модификацией ГОС-2008. Раз есть слово модификация, значит какие-то изменения они сюда будут вносить. Ну, какой-то знак поменять или чего-то не указывать. Вот это вот точно 100% будет. Все источники даются в русскоязычной части, даются нумерованным списком по алфавиту. Сначала на кириллице, затем на латинице. Сначала указываем русскоязычную часть, потом иностранные источники. На языке оригинала при оформлении названий сохраняются особенности оформления зарубежных изданий. Ну и вот, да, вот, заметили точка на этой точке. У нас система уже не выдержала и мы выпадали. Да, оформлено неправильно, это нужно исправлять. Но вот смотрите, да, касая черта, здесь этого уже не будет в описании на иностранном языке. А что касается референсис в этом издании. При составлении списка библиографических ссылок на латинице, референсис, русскоязычные источники транслитерируются, а иностранные источники приводятся в соответствии с требованиями транслитерации. То есть никакого особого международного стиля у них здесь не предусмотрено. Ни Гарварда, ни ЭПИ, ни МЛА, ни никого, да, вот идет просто по требованиям транслитерации. И приводится ссылка на ресурс, которым необходимо проводить эту самую транслитерацию. То есть в этом случае мы будем русскоязычные источники транслитерировать с помощью вот того ресурса, который предлагает издательное, а иностранные источники смотреть, чтобы они были приведены в соответствии с транслитерацией. Вот приводится пример, как это должно быть образец в русскоязычной части, а вот так эта же статья должна выглядеть в референсис. Вот это вот из тех же самых требований, что означает привести иностранные источники в соответствии с требованиями транслитерации. Значит, никакого Гарварда, никакого МЛА здесь в помине нет, здесь есть просто транслитерация. А значит, что этот журнал ни в какие международные базы у нас не входит и, скорее всего, пока не стремится. Вот такой тоже может попадаться. Вот пример еще из высшего образования в России журнала. Обращайте внимание, что когда мы работаем с названиями журналов русскоязычных, и их нужно приводить, транслитерировать для референсис, переходите на сайт самого журнала и смотрите вот эту часть. Если у них есть, вот она, как должно звучать в транслитерации, и обязательно пишем там вот эту вот всю часть. Вот это перевод, это официальный перевод названия журнала на английском языке. Вот его ровно, его и указываем, так как это приведено на сайте самого издания. И требования. Вот я вам привела кусочек истребований этого журнала, который сейчас недавно вошел, кстати, в скопус. Как оформляется ссылка на русскоязычную статью. Такие вот описания у них идут практически по каждому примеру. На книгу, на монографию, на учебник, на материалы конференции, на электронный ресурс. Вот здесь мы только привели ссылку на русскоязычную статью. Ну и весь текст я вам просто разбила в такой небольшой списочек, да, ненумерованный. Какие элементы должны быть в этом описании, как их последовательность. И вот оно, указание про название журнала. Переводить, не переводить на английский. В каком случае нужно ставить вот этот знак равно. И что требуется и транслитерированное название журнала, и перевод этого журнала на английский язык в квадратных скобках, если нет официального английского названия. Вот это вот требования, о котором тоже очень часто забываем. Ну и вот примеры образцов оформления ссылок из этого издания. Здесь ориентированы они тоже на гарвардский стиль, но он наиболее популярный. Приводится, вот он, знак, видите, появился. Значит, у этого названия журнала. Вот оно приведено в транслитерации. Но у него есть официальная, на сайте представленная английская версия. Ее приводим через знак равно. Потребования американская социальная APA. Ольга Юрьевна, я вам покажу сейчас, чуть попозже, генератор. APA очень похож на Гарвард. А более подробно мы с этими вещами уже просто немножко в другом курсе по библиографии для небиблиографов. Вот там мы их более подробно разбираем, прям на занятиях. И если есть дои, то обязательно дои приводим. Приводим обязательно в этом описании. И вот очень здорово было сделано в журнале. Вот в этом журнале, который я вам уже показывала. Они, смотрите, что сделали. Схема для описания. Излагается сначала саму схему, потом приводит образец, как это должно выглядеть. Вот это вот гарвардский стиль, основанный на Гарварде. Стиль, приближенный к скопусу. Вот следующий их пример. Вот опять идет у нас схема описания. Какие элементы в какой последовательности. И что пишется курсивом, что обычным шерифтом. Здесь они приводят. И потом сразу раз, вот он приводится пример. То есть вот это вот забота о читателе. Составлять описание, в принципе, очень легко. Даже можно для себя вот эти схемы. Ссылку я вам на это издание даю. Можно эти схемы для себя даже у них взять. Но с пометочкой, что это стиль, основанный на Гарварде. И потом, даже прямо с примерами, прямо себе возьмите. У них очень здорово это сделано. И потом другие журналы, которые основывают свой стиль тоже на Гарвардском. Смотреть, если схемы совпадают по тем образцам. То, значит, этой схемой спокойно можно пользоваться дальше. Использовать для других журналов. Но очень осторожно, чтобы не было расхождения. Вот электронные ресурсы. Кстати, больная тема. Вот здесь приводится, как-то можно давать. Стиль, основанный на Гарварде. Еще раз повторю. Вот он здесь приведен. И описание материалов конференции. То есть там еще есть источники. Посмотрите просто по этой ссылке. Ссылка в презентации есть. Она будет активна. И основные моменты в оформлении статьи для зарубежных издательств. То, что нам важно помнить. То, о чем нам важно с вами помнить. Даю специальное время на прочитать. Для референсис. От ГОС-2008 отказываемся. Но для русскоязычной части, еще раз, коллеги. Именно его и используем. Только в зарубежных изданиях, в иностранных журналах русскоязычной части у вас, скорее всего, и не будет. Поэтому там точно забудем про ГОС-2008. Следовать правилам автора и источника. Вот на это особое внимание. Название источника. Автор. Вот здесь старайтесь ошибок не допускать. Если где-то там у вас какие-то проскочат ошибки, они обязательно проскочат. И, в принципе, библиографы могут поправить и корректоры. Ну, знак не тот поставили. Это не настолько смертельно опасно, как если вы будете указывать некорректно авторов и названия. По поводу транслитерации. Указываем только там, где это необходимо. Только там, где это требуется. Лишнего не вставляем. И если даете транслитерацию, то перевод обязательно добавляйте. Чтобы иностранные слушатели, читатели могли понять, могли увидеть. Придерживаться. Вот это правило очень важное. Четвертое. Придерживаться одной из распространенных систем фамилии автора в заглаве статьи и названия источников. Я вот здесь подчеркну вот так. Потому что в каждом издании свои требования к транслитерации. Но старайтесь все-таки свою фамилию, вне зависимости от требований издания, никому не говорите об этом. Но старайтесь писать одинаково везде. Почему? Потому что когда в системе вы написали свою фамилию или имя, например, через я, через I, A, а в другом случае через Y, A, то вас те же самые системы, тот же самый скорпус может считать как двух разных авторов. И тогда вашу статью может не привязать к вам. А это, сами понимаете, влияет и на индекс цитирования, и наши хирши, и прочие показатели. И часть статей вы можете потерять. Он у вас, чем чаще вы по-разному пишете свою фамилию, тем больше авторов вы создаете. Да, такие как-то фейковые аккаунты. Поэтому, пожалуйста, на это обращайте внимание. И лучше единообразный стиль стараться все-таки выдерживать. На переводную версию статьи. Да, если есть перевод вашей статьи на английский язык, если есть английская версия русского журнала, то лучше давать ссылку именно на эту английскую версию. Не на перевод статьи в русскоязычном журнале, а именно на журнал, выходящий на английском языке. Вот его лучше указывать. И там ваша статья. Вот лучше указывать его. Больше шансов, что вашу статью увидят и процитируют. Наконец, третий вопрос. Что нам может помочь? Какие генераторы есть для того, чтобы делать вот эти основные международные стили? Вот 4 и 3 генератора. 4 таких универсальных. Я их вам здесь привожу. И 3 генератора – это генераторы, заточенные под конкретные стили. Вот вам, кто у нас спрашивал, Ольга Юрьевна, про APA. Вот ваш вариант, вот ваша ссылочка. Да, Ольга Юрьевна, вот ваша ссылочка на генератор стиля APA. В принципе, они в универсальных тоже есть. И вот в этих другие стили, в основном вот эти вот 3, они как-то группируются и идут между собой. Но вот этот вот больше заточен под APA. Но все-таки они ориентированы на какой-то один, остальные как дополнительные. А вот в универсальных генераторах они все в равных возможностях представлены. Ну и очень коротко по ним просто покажу, как они выглядят. Информацию ссылкой, чтобы скопировать, Ольга Юрьевна, можно скачать презентацию из папки ресурсы. И все ссылки, они там будут, они будут активны. Если что-то вдруг получится, можно мне на Facebook написать в личку. Или через Facebook написать, например, в личку. И я вам тогда ссылку эту повторю. Ну вот это вот по гарвардскому, в основном Sidesform очень хороший, кстати, универсальный генератор, описание. У него много стилей, вот они здесь приводятся, даже есть Chicago. Но в основном вот эти APA, MLA, Гарвард, ну как основные. И очень простой способ, очень понятный интерфейс. Можно даже переводить на русский язык. Он пишет, чего надо ввести в это поле, найти. И он из базы подбирает похожие, подходящие цитаты. Но лучше пользоваться здесь у него под вот этим вот поисковиком, когда откроете, идет, написано, поиск вручную. Вот лучше осуществлять поиск вручную, потому что он здесь ищет уже готовые ссылки, готовых авторов по своей базе. Другие пользователи заходят, осуществляют поиск, генерируют описание, и он это записывает себе в копилочку. Потом, если кто-то еще ищет этот же источник, он его воспроизводит. Но если его там нет, он будет показывать вам не те источники, а которые у него есть похожие, а вдруг вам он пригодится. Поэтому вот здесь лучше пользоваться ручным поиском. Там он тоже выкидывает список полей, и в поля вам просто нужно внести те данные, которые он от вас просит. Напишите автору, напишите там название, напишите год издания, еще что-то. Вы написали, он вам раз уже сформированную ссылочку выдает. Это удобно. Но это вот те стили, по которым он работает. Главное выбрать нужный стиль, а потом уже вручную вводить и получать результат. Второй генератор Citation Machine тоже очень простой. Вот три стиля. Здесь Гарварда нет, здесь в основном APA, MLA и Чикаго. И дальше первое мы выбираем нужный стиль. Второе мы выбираем нужный тип ресурса. Вот во многих генераторах сейчас как раз добавляется вот этот вот второй вид, тип ресурса. То, что у нас там, книга, веб-сайт, сетевой ресурс удаленного распространения. Даже вот фильмы, видите, журнал, газета. Вот, кстати, магазин и джурнал – это разные вещи. Один научно-популярный журнал, другой научный. И там могут быть различия. Поэтому выбираем точно. Выбираем ручной ввод. Также он у нас запрашивает по полям ввод информации. Прямо вот он пишет, что ему нужно. И мы сюда, и тип. Если мы ошиблись, здесь его можно поменять. Причем вот он еще запрашивает разные версии. А у вас печатная версия, а у вас электронная версия. А может быть у вас и та, и другая. Тогда выберите нужную вкладочку. И он ее нам будет воспроизводить. Дальше, когда мы все ввели, если чего-то нет, то мы не вводим. Оставляем пустой поле. Вот из того, что ввели, он нам выдает. Вот он, наш результат. Все ее можно скопировать и вставлять к себе в описание. Но второй раз все-таки проверить по образцам на сайте самого издания, куда мы эту ссылку будем отправлять, чтобы там все совпадало. Ну и еще третий изи-бип. Тот же самый принцип. Точно так же мы выбираем те же самые. У него идут стили описания. Выбираем нужный. Выбираем нужный тип источника, что мы описываем. Также по полям вводим. И здесь вот видите, есть еще Чикаго и Турабио. Очень часто для студенческих работ их запрашивают. Поэтому вот эти вот стили, вот в этом библиографическом генераторе они есть. И последнее это References Generation. Вот его очень рекомендую. У него есть, во-первых, обучающие видео. Очень широкий такой спектр дополнительной информации, обучающей информации. Но более подробно мы с этими генераторами знакомились и в нашем курсе рассматривали уже более подробно. Что у нас еще здесь есть? Да, здесь много стилей тоже. Гарвардский очень хорошо представлен. MLA, EPA. И очень у них такая хорошая форма ввода. Запрашиваемые информации в генератор мы вводим на один источник. И тут же можно ввести на второй, на третий. То есть он позволяет несколько источников создавать описание сразу. Это очень удобно, когда у нас большой объем. Не по одному, а по несколько штучек делать. И что он позволяет сделать. Ну, вот здесь я вам привела список, в каких форматах он работает. И какие функции доступны с помощью этого генератора. Очень удобная вещь, поэтому его себе прям записывайте в закладки. Берите, особенно если часто приходится делать референсы. По MLA можно прямо по названию зайти на сайт ассоциации и выбрать на сайте MLA Style. Здесь можно скачать руководство. Но оно, естественно, все руководства будут на английском языке. Но есть. Есть вот такая вот вещь, как обучение. И у них есть, да, вот он, адрес, кстати. И здесь есть несколько таких обучающих, интерактивных учебников, которые учат работать с этим стилем. Буквально за пять минут можно научиться, как это делать. Очень интересный интерактивный учебник. Рекомендую посмотреть, кто этим стилем будет пользоваться. На заметку себе берите. По гарвардскому стилю. В... В самом Эмерленде у них... Это руководство платное, но можно добыть бесплатное руководство по гарвардскому стилю. Их достаточно много. Вот, например, отсюда можно скачать. Очень толково написано и скачивается с простым скачением, правда, в PDF-файле. Ссылку я вам тоже даю. Это Йоркский университет, английский университет Йорка. И вот у них здесь, кстати, не только по гарвардскому стилю, здесь по разным стилям можно выбрать руководство. Очень часто они их выкладывают вот так вот в открытом доступе, прямым простым скачиванием можно себе забрать, а дальше уже смотреть просто по этому руководству. Но не все так печально. Для гарвардского стиля, кстати, есть и тоже такой ресурс. Изи про, изэй про, как его правильно прочитать там. Но здесь, опять же, нет генератора. Генераторы мы посмотрели выше, которые могут создавать гарвардский стиль. Но здесь очень толково предложены образцы на самые разные случаи жизни, вплоть до отчетов электронных писем, сообщений в чатах, с форумов, социальных сетей. Вдруг вам придется это цитировать. Но в научной литературе это не очень, в научных статьях не очень приветствуется. Но если вдруг, да, то вот здесь можно эти образцы найти. Это такая база образцов. И, наконец, на счастье Ольги Юрьевны, вот вам ссылочка. И вот вам обновленный, кстати, недавно прошло у него обновление, скрайбер, генератор API стиля. Вот он заточен только под один стиль. Здесь уже нет никаких гарвардов, MLA и кого-либо еще. И вот с какими источниками он работает. На какие источники он может создавать ссылки. Вот это уже генератор, с помощью которого вы можете очень спокойно, быстро вести и получить готовую ссылку. Ну, вот, коллеги, по инструментам, по основным... Да-да-да, но, но, какими бы генераторами вы не пользовались, какими бы ресурсами и руководствами. В конечном счете оставляйте время, да, на форматирование этих описаний. Оставьте пару часов, тройку часов, а может быть и больше, для того, чтобы сравнить их с требованиями вашего издания. А еще лучше, когда делаете, всегда держите под рукой вот генератор, там, руководство по описанию какого-то стиля вместо генератора, да, и требования самого сайта, самого издания, журнала, куда потом вы это будете отсылать. Потому что, может быть, могут быть расхождения, особенно если у них не классический Гарвард, да, а вот как мы видели выше в примере, стиль основанный на Гарварде, да, соответствующий стандартам скопус. Вот он соответствует, но от классического Гарварда может чуть-чуть отличаться. Поэтому просто последний вот такой момент всегда при оформлении статей учитывайте, что надо будет просмотреть, да, вот эти нюансы. Так что время на это лучше оставляйте. Получай добро от системы, только вебинара на его работы. Сайта очень, Надежда Николаевна, могу только, могу только посочувствовать. Да, с флеш-плеером, технические моменты, это да, это всегда печально. Но у нас есть запись Надежды Николаевны, всегда можно посмотреть на Ютьюбе, в открытом доступе все записи будут, поэтому в свободном доступе можно это будет увидеть. Так что не переживайте, но искренне сочувствую. И еще раз, коллеги, напоследок основной список генераторов основных международных стилей, еще раз вам его здесь слайд дублирую. Ссылки будут все доступны из презентации, которую скачаете. И можно, в зависимости от потребностей, зайти, попробовать, выбрать тот, с которым вам удобнее и комфортнее работать. Здесь тоже от привычки зависит. И дальше им уже пользоваться. И на этом мы, наверное, уже с вами подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. И в конце еще одна ссылка будет для вас. Планируется на конец апреля новый курс, который называется у нас пока вот так, рабочее название «Практическое руководство для автора-преподавателя». Ссылка на него есть. Сейчас я вам попробую, может быть, даже в чат, если у меня получится ее разместить. Так. А, нет, сейчас я ее, наверное, не смогу пока разместить. Ну, вот по этой ссылке можно перейти, посмотреть, познакомиться с программой, которая будет. Там мы будем говорить уже не столько об оформлении, сколько о публикационной активности и о поиске, выборе журналов, о мусорных, о журналах добропорядочных. Да, вот такая вот у нас больше тематика будет. Ну, и плюс, как повысить свою публикационную активность. Ну, вот на этом, коллеги, так что всех приглашаем. Пожалуйста, приходите. На этом мы сегодняшнюю нашу встречу с вами завершаем. Несмотря на происки интернета, все-таки мы добрались с вами до конца. Всем большое спасибо, всем удачных публикаций и оформлений. И по сертификатам. Сертификаты будут готовы чуть-чуть, попозже вам придет уведомление на почту, либо потом можно будет зайти. Вот ссылку я сейчас попробую все-таки вам сюда дать. После падения интернета очень сложно что-то найти в файлах, которые исчезли. Так, сейчас я вам эту ссылочку дам. Вот, и на страницу выдачи своих сертификатов, ну, многие из вас ее уже, конечно, знают. Так что сейчас я ее вам просто кину в чат, и можно будет по ней просто открыть вкладочку и оставить. Ну, что ж, коллеги, на этом мы сегодня с вами завершаем нашу встречу. Приходите на наши курсы, приходите на наши вебинары. Всем удачных публикаций. И встретимся мы с вами уже завтра, но на другом вебинаре. А в конце месяца, по-моему, 30-го числа у нас тоже будет наш библиографический вебинар. Тоже приглашаю всех желания.